Микс Ньюс. Программа «Встретились, поговорили». Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Встретились, поговорили». Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И сегодня у нас в гостях Ольга Литвиненко, бывший российский политик, дочь Владимира Литвиненко, ректор Горного университета и близкого знакомого Владимира Путина. По словам Ольги, самого богатого ректора России и олигарха. А также у нас сегодня в гостях Ришард Калеш, польский политик, юрист, депутат польского парламента, бывший министр внутренних дел Польши и бывший глава администрации президента Польши. Здравствуйте. И Далис Мартинш-Скуя, бывший депутат Рижской думы и представитель Ольги Литвиненко в Латвии. Лапдин, добрый день. Ольга, давайте начнем с вас. У вас история, на самом деле, очень, я бы сказал, даже кинематографическая, потому что вы сейчас живете в Польше, за вами охотятся российские спецслужбы. И вот недавно, кстати, в Нью-Йорк Таймс появилась статья, которая рассказывает о секретном подразделении главного разведывательного управления России, который как раз занимается дестабилизацией ситуации в Европе, какими-то силовыми тайными операциями. У вас хотят похитить детей. Ну, на самом деле, по порядку, да, здравствуйте, во-первых. Начнем по порядку. Да, действительно, я собираюсь написать об этом книгу. Это вот к теме кинематографической истории. Да. История беспрецедентная, на самом деле. История трагическая. Значит, с целью оказания на меня политического давления в 2010 году меня похитили дочь. Звучит страшно, но похититель является олигарх, приближенный к Путину. Понятно, что в России людям Путина можно абсолютно все в России. Право для избранных, для тех, кто находится при Путине. Они, как говорится, право имеющие в России. И, соответственно, были задействованы все механизмы, куплены все абсолютно суды, не побоюсь этого слова, действительно куплены. Все структуры, абсолютно все органы опеки, то есть, ну, все, что возможно было задействовать, любые правовые механизмы, они были абсолютно полностью подчинены желанию того человека, который называет себя другом Путина. Но это ваш отец. К сожалению, это мой отец. Да, это мой отец. Он является автором диссертации Путина. Его называют его учителем. Также он является совладельцем холдинга ФосАгро. У него уже почти больше, чем 20%. Холдинг ФосАгро имеет для России стратегическое значение. С помощью этого холдинга Россия проводит свою экспансию в Европу и в том числе также проводит свои, скажем так, стратегические и политические цели на мировой арене. И на самом деле это уже тема для отдельного разговора. Также легализует капитал и так далее. Но это ведь не только политическая, это еще и семейная драма. То есть это ваша личная семейная драма? Кроме того, что это политическая, да, это семейная драма. Сейчас у моих троих детей, я мама четырех детей, у моих троих детей отняли старшую сестру. Они знают о том, что произошло. То есть я здесь тайн не делаю. Мой старший сын, ему сейчас 9 лет. Старшая дочь, которая похищена, ей 10 лет. Брат не может видеть сестру. Также еще есть две младшие сестрички, они тоже не могут видеть старшую сестру. Но вы не пытались с отцом разговаривать? Ну, как-то договориться. Много-много кто пытался. Даже не только я. Были задействованы различные люди. И, к сожалению, это нереально. Звучит абсурдно, но, к сожалению, это так. Поэтому, кроме того, опять-таки, звучит дико, но мой отец до сих пор продолжает преследовать меня. Он пытается выкрасть моего сына. И также недавно открылось, и сейчас это дело находится в польской прокуратуре. Вот господин министр является моим представителем по данному уголовному делу. Пытались похитить всех моих троих детей. То есть это была такая спецоперация? Да, используя близость Польши к России. То есть через Калининград или каким-либо образом. Ну, это все уже в материалах уголовного дела. На данный момент я не могу раскрывать детали. Планировалось просто детей вывести. Ну, и теперь, если позволите, я немножечко остановлюсь еще на том моменте. Тоже он очень интересный. Дело проходило, дело длилось 5 лет. То есть Россия действует против Европы, против европейских жителей. И подчеркну, я и мои дети граждане Польши путем международно-правового договора. А такие договоры заключены еще во времена Ельцина, когда еще, ну, понятно, что в России была хоть какая-то демократия. В частности, Польша заключила подобный договор с Россией в 1996 году. То есть, вдумаемся, тогда был Ельцин, тогда Россия шла вот по какому-то пути, то есть еще все думали, что вот так, может быть, это будет какое-то демократическое преобразование. К сожалению, сейчас Россия совершенно другая. И сейчас этот договор, который есть между Польшей и Россией, который есть между, в принципе, каждой европейской страной и Россией, о взаимной правовой помощи по семейным и гражданским делам, на самом деле представляет стратегическую опасность для Европы. Почему? Почему? Путем подобных договоров россияне воздействуют на любого человека, который или просто живет в Европе, не имея статуса гражданина, или же уже тот, кто получил статус гражданина. То есть, в данном случае, объясню простыми словами, как это происходит. В России покупается любое судебное решение. Покупается, понятно, что там все можно за деньги. Покупается судебное решение, привозят его в Польшу, и происходит просто процедура на основании данного правового акта признания данного судебного решения. Российского, а мы все прекрасно знаем, какие в России суды. То есть, на основании российского судебного решения Польша может выделить соответствующий результат. У меня так хотели отнять сына. Вот судебный процесс длился пять лет. Ну, повезло, я выиграла Верховный суд в Польше. Сын остался со мной, сын остался на родине, потому что он считает Польшу своей родиной. У нас, мы в семье говорим только по-польски. И это страшно, потому что, еще раз повторюсь, Россия использует то, что в Европе превалирует закон. Что в Европе превалирует закон, да, извините, оговорилась. И таким образом Россия пытается навязать свою волю, свою политическую волю, свое влияние и, собственно говоря, решать все свои поставленные задачи, свои цели. А мы все прекрасно понимаем, что на данный момент это режимное государство и цели соответствующие. Да, ну вот вопрос господину министру, господин Калиш, насколько сильно влияние России в Польше сегодня и вообще в Европе? И как европейские страны могут с этим бороться? Извините, я буду говорить по-польски, я учился русского языка в школе, но я думаю, что сегодня уже все, я не могу сказать по-русски. Ольга говорит по-польски без акцента, как польская гражданка, и Ольга будет переводить. Спасибо. В Польше сегодня в Польше стараемся, чтобы все отбывалось на основе заровно польских предписов права, как и европейских. Все происходило согласно польскому праву, а также европейскому праву. И также нормам законодательства Европейского Союза. Поэтому тоже, когда Ольга приехала в Польшу и выступила о статус уходца, и подала на статус политического беженца. На тот момент была инициирована процедура предоставления мне, Ольга говорила о семейных делах, но я добавлю, что она как депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга очень быстро пришла к выводу, что это не есть представительство, а также место заоцсвирования своих интересов, а это просто место, где люди решают свои вопросы. В интересах олигархов и не только. Далее Ольга получила польское гражданство. Подобнее и дети все. И также дети все. Ну и мы идентифицируем себя с польским народом. Очень важно то, что Ольга сказала, что россияне в способе досыть консеквентный используют различные окна в праве европейском, и в праве польском тоже, в частности администрация Путина. Это договор о взаимно-правовой помощи между Российской Федерацией и Польшей. Она как раз касается сотрудничества данных стран. И россияне могут запрашивать персональные данные граждан российских. Однако не могут не могут делать запросы относительно польских граждан. И тут имела место быть следующая ситуация. Например, посольство России в Польше Затаила. Затаила. Затаила, что Ольга является обладателем Польши. Скрыла тот факт, что Ольга параллельно является гражданкой Польши. Подала, что есть только обладателем российском. И в запросе написала, что только я являюсь гражданкой России. И обратилась в региональный орган. Мазовецкий регион. О том, чтобы подтвердить персональные данные моих и моих детей, как гражданки России. Я, прошу, тут подкрышла. Так, так. Обладателки России. Только гражданки России. И ввиду стремительности действий или какие-то другие причины мы стараемся сейчас понять это. Что значит орган регистрации гражданского состояния Мазовецкий региональный Подал новые данные Предоставил новую фамилию новые данные персональные моих и моих детей Как гражданам Польши. Это было, естественно, Это абсолютно невозможно. Мы инициировали уголовный процесс. Тым заялся również Речник прав обывательских. Занялся этим также Омбудсмен Омбудсмен Польский. И та справа в той chwili И сейчас с самого начала детально выясняется обстоятельства дела. Но, конечно, началось преследование Ольги и ее дети. Меня и моих детей. Они mieszкали wtedy под Варшавой. Мы тогда жили под Варшавой. Каждый день фотографировали Были машины, которые ездили Различные черные, белые и так далее. Мы уведомили прокуратуру. В этой chwili прокуратура проводит поступление. В настоящий момент прокуратура занимается уголовным делом. Вито доводов уже было Препроводных, которые подтвердили эти околичности. Есть очень много доказательств, которые подтверждают очень много деталей дела. Польша является демократической страной. И на данный момент Польша инициировала запрос в рамках правовой помощи по уголовным уже делам по запросу моего отца Владимира Литвиненко и его подельников. Как это все отбудет, трудно сказать. Мы не знаем, чем это обернется, как это закончится. Однако со стороны польской стараемся, чтобы Олка как польская обернется имела полную руку. Мы стараемся, чтобы я, как польская гражданка, имела охрану своих прав. Докладно, что, когда это ее первого ребенка, в тот момент, когда речь шла о моем первом ребенке, и суд российский принял такое решение, которое принял, то польский суд не доконует мериторичной оцене справа, не рассматривая дело в деталях, а рассматривая только с пунктов договора, то есть формально, то есть может ли это решение быть акцептировано с точки зрения вот этого именно международно-правового договора о помощи и можно ли на этом основании исполнить данное судебное решение? Тогда то, что говорила я, в Польше стала урхомена przez нас конвенция Хаска, была использована в том числе и Гагская конвенция о охране детей, в конвенции Хаске есть мова о тожсамости и также о национальном самоподелении связанной также с местом проживания. Мои дети были воспитаны в Польше, выросли в Польше. И dzięki этой конвенции Хаске этот вырок престал иметь выполненность на территории Речи Посполитой. И поэтому ввиду всех акций данное судебное решение не получило дальнейшего продолжения на территории Польши. То есть она осталась непризнанной. Польша это открытое государство. Ей отец олигарха делает бизнес в Польше. Ей пребывание в Польше охрану польского государства. Но не чувствовала себя в безопасности. Как гражданка Польши. Как дети оппозиции. В оппозиционной деятельности. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Буквально несколько минут. Потом вернемся и продолжим. Ольга Литвиненко, Рышет Калиш и Янис Мартиншскую у нас сегодня в студии. Оставайтесь с нами, скоро вернемся и начнем принимать ваши звонки. Мы продолжаем эту программу «Встретились, поговорили». Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. У нас в гостях сегодня бывший российский политик и дочь Владимира Литвиненко, ректора Горного университета и друга Путина Ольга Литвиненко. Здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Бывший министр внутренних дел Польши и экс-глава администрации президента Польши депутат польского парламента Рышет Калиш. Здравствуйте. И Янец Мартинш Скуе, экс-депутат Рижской думы и представитель Ольги Литвиненко в Латвии. Добрый день. У нас есть звонок, надевайте наушники, радиослушатель на линии, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да, задавайте. История как-то не очень понятна, поэтому позвольте мне пару вопросов задать. Ольга, скажите, пожалуйста, ваш папа олигарх и друг Путина, а кто мама? Вы толчите. Второй вопрос. А кто муж у вас? И третий. А зачем вас преследует Россия? Вы думаете, что вы очень сильно нужны России? Или это ваше мнение? Или какая-то другая причина? Спасибо большое. Спасибо. Позвольте я отвечу. Спасибо за вопрос. Ну, мама, как обычная история, собственно говоря, российских олигархов. Мама является домохозяйкой. Для России это нормально. Вот. Тем более, при таком деспотичном человеке, как мой отец. Вот. Теперь следующая часть вопроса напомните мне. Муж. Так, а дальше... А дальше зачем вас преследует Россия? Зачем меня преследует Россия? Ну, к сожалению, меня преследует мой собственный отец, подключив все, скажем так, механизмы российской власти. И в этом самое страшное, что человек, реализовывая личные амбиции, да, а личные амбиции олигарха, они на самом деле очень далеки для понимания как бы нормальным людям, да, то есть если человек, допустим, он решил, вот я богатый, у меня все есть, мне в России позволено все, да, это звучит, это страшно на самом деле. И я хочу, чтобы мои наследники, да, они жили не в Европе, они жили не, воспитываясь не в европейских ценностях, а в культурных ценностях и так далее, они вот в, так сказать, в традициях российского домостроя, да, может быть, это, конечно, с одной стороны кому-то и нравится, но вот это все-таки, ну, золотая клетка на самом деле, вот, он так решил, понимаете, но здесь дело не в том, вот, опять-таки, не в детализации, как бы, кейса, да, а здесь дело в том, что если богатый российский олигарх, он захотел что-то, то он использует совершенно бесцеремонно и нагло, любой вариант зацепиться за европейское законодательство и при этом вся мощь российских спецслужб, учитывая его деньги, вся мощь российской правовой, в кавычках, системы, да, вся мощь российских судов, которые, к сожалению, решения которых признаются здесь, в Европе, это стратегическая опасность для Европы, вот в этом вся, скажем так, суть вопроса, то есть, понимаете, может быть какое-то внутреннее семейное дело, да, но, как бы, страшная вещь заключается в том, что любой семейный вот этот вот вопрос, который можно решить, ну, буквально вот сидя за столом, да, и так далее, не сводится до уровня политики, там, глобальной, международной, да, и, к сожалению, таким людям, как мой отец, позволено все, да, и вот правоохранительные структуры, правоохранительные органы, которые, их задача ловить преступников, да, их задача находить коррупцию, наказывать людей за какие-то правонарушения и так далее, нет, они занимаются тем, вот, как, допустим, купленный следователь Бридо, он приезжал в Польшу в 2012 году, опять-таки, на основании договора о взаимной правовой помощи, опять-таки, о мужа говорили, да, он приезжал допрашивать моего мужа, а очень интересно тоже, о каком деле, о моем похищении, вот, я об этом не сказала, в России уже, уже 9 лет, да, 9 лет на основании ложного доноса моего отца и стараниями господина Клауса, это начальник Следственного комитета Санкт-Петербурга, и следователя Бридо, это коррумпированный следователь, который уже, на моем деле, уже звание полковника получил, вот, я в России являюсь похищенной. То есть вы считаетесь похищенной, хотя вы сейчас свободно пришли в нашу студию? Да, вот, да, вот я здесь, да, но в России этого не признается, сколько мы отправляли нотариальных подтверждений о том, что, вот, знаете, в нотариате есть такой институт подтверждений нахождения в живых, вот, соответственно, я несколько раз ходила к разным нотариусам, я свободно перемещаюсь, то есть я и в Израиле, и в Польше, и, ну, в разных странах Европы, я делала такого рода подтверждения, в Испании, да, следователь это просто прошивал к делу, но при этом мне же похищенной отвечал на адрес в Польше. Вы знаете, Ольга Владимировна, все, конечно, замечательно, но вот мы продолжаем считать вас похищенной. То есть вот это практически дословно, да, то есть дело мы не закроем. Что самое интересное, в этом деле я не имею права заявлять никаких ходатайств, но это вот тоже такая вот, ну, это Россия, вот, это Россия, да, потому что я в этом деле никто, то есть пострадавший мой папа, олигарх, да, опять-таки, да, вот это вот решение, используя силовые структуры, решение своих каких-то личных амбиций, не будем говорить о природе этого, это другая тема, это, наверное, тема для разговора где-нибудь там с психологом, да, вот, что в голове у богатого олигарха, вот, дело здесь в другом, дело в том, что такие люди, как мой отец, они занимаются интервенцией в европейское право путем любых совершенно механизмов. У нас звонок еще, давайте примем его, надевайте наушники. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да, слушаем вас. Александр. Да, Александр. Я вот вас слушаю и, честно говоря, не понимаю, с какой целью вы все это рассказываете. В общем-то, это ваши олигархические дела, они непонятны, так сказать, с юридической точки зрения, простому обывателю. Какой у вас вопрос, Александр? Есть вопрос. Да. Вот. Неужели вы не понимаете, что право всегда будет на стороне олигархов? И оно построено на стороне олигархов? И вы сейчас этому удивляетесь. И тем более, что вот почему, вопрос у меня, вы так хвалите демократию Ельцина, который расстрелял парламент из танков. Да, спасибо, мы поняли вас. Вот такая реплика, скорее всего, но тем не менее. Ну, вопрос, на самом деле, очень интересный, да, то есть, вот с точки зрения, да, вот какое отношение, да, рядовой обыватель Европы, да, имеет отношение к тому, о чем мы, вот, собственно говоря, здесь говорим, в этой студии. А я вам скажу, самое непосредственное. Понимаете, ведь сегодня, на этом месте я, завтра может оказаться кто-либо другой, потому что он чем-то не угодил России. Или, допустим, он не угодил кому-то, у кого есть замечательные связи в России, и, соответственно, потом против него применят вот подобные какие-нибудь действия, как против меня. Вот я вижу здесь Ришерт, что-то хочет, господин министр сказать. Мы о том говорим, мы говорим о том, потому что возможности власти российских властей растягиваются тоже на хотя бы края Унии Европейской. Растягиваются хотя бы как минимум на Европу, на Европейский Союз. Мы будем вникать в то, что происходит в Америке. Вплывы, в влияние вплывов связанных с выборами американскими. Попытки влияния связанные с выборами американскими и так далее. Люди, которые родились в России, но одновременно не согласились с системой суверенной демократии и переехали в страны Европейского Союза все время, постоянно боятся и имеют на это основания. Такие основания связаны с тем, что произошло в Англии в Единственном Кролевстве, связаны с тем, что происходило в Великобритании. И также олигархи росыщи, их вплывы, их влияние также обращены против конкретных лиц. Я уверен и в Латвии, и в Польше, и в других странах Европейского Союза. Мы должны иметь понимание, что так, как в международных взаимоотношениях, например, Европейского Союза, у нас основы это доверие, совместная программа безопасности, солидарности. Так, в случае Ольги, эта засада не была предстоящая на стороне Россия. Короче говоря, она чувствует себя небезопасно. И поэтому мы об этом говорим. здесь очень важно сказать и понять основу, с чего это началось. И началось, это, конечно, с того, что госпожа Литвиненко, как политик, отказалась исполнять какие-то указы, приказы, как голосовать и как действовать по указу отца и политической партии «Единая Россия». И олигархических структур, таких как компания «Фосагра», в том числе, на самом деле, опять-таки, обращаясь к Европе и к влиянию России в Европу. Вот я вам скажу очень простую мысль. Сейчас компания «Фосагра» – это огромный холдинг. Такие люди, как мой отец, а также сенатор Гурьев, который там скупает, у него второй помпу в величине дворец после Бакингем Палас. После Бакингемского дворца. после Бакингемского дворца. Это страшное дело. Они легально поддерживают Путина, они этого не скрывают. При этом, посмотрите внимательно, компания «Фосагра», она котируется на лондонской фондовой бирже. Обычно европейские гражданин совершенно легко через компьютер может купить акции этой «Фосагра». Теперь, вкладывая в эту компанию, инвестируя в компанию «Фосагра», что делает европейский гражданин? Несознательно, естественно, он просто зарабатывает, но он поддерживает путинский режим. Получается так, он поддерживает диктатуры, он поддерживает олигархов, и все это просто потому, что он покупает акции этой компании, компании «Фосагра». Вот в этом весь парадокс, и это тоже страшно, потому что, вроде вот мы говорим, Россия наращивает мощь, вот страшно, да, вот она там оказывает влияние целостности Европы, может нарушить целостность Европы, но при этом вкладываем в акции «Фосагра». Много звонков у нас, давайте принимать их. Здравствуйте, как вас зовут? Андрей. Да, Андрей, слушаю вас. Скажите, а вы знаете, что акция нарушает права человека? Вы знаете, что за комментарии против латышской элиты, да, до 10 лет тюрьмы? Если вы не знаете, то вот я вам объясняю, а если вы знаете, зачем рассказывать то, что вы рассказываете здесь? Да, если страна... спасибо вам, но есть у нас проблемы тоже, нет, задержания, и там сажают, в частности, дело Александра Гапоненко, который идет в суде сейчас за твиты, такое тоже есть, тут вопрос, как это интерпретировать, но наши гости не имеют отношения к Латвии, мы сегодня говорим о России больше, давайте еще звонок примем. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да, слушаю вас, Лариса. Я вот не пойму, говорят про отца Ольги, потом она сама бьется все время, а отец этих детей где? То есть мужа вы имеете? Или что? Да, спасибо. Да, ну, вопрос о личной жизни избежать тоже не получается. Ну, нет, на самом деле супруг у меня просто личность не публичная, вот, безусловно, всю поддержку, все, что вообще возможно, поддержка это не только вот публично выйти и сказать, да, поддержка она заключается в очень много других, в других вещах, и естественно, я благодарна отцу своих детей, которые оказывают подобную поддержку, и это надежный тыл для моих детей в том числе. Очень много у нас звонков еще примем. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Алексей, у меня такой вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой возник ФосАгро, то есть компания, поставляющая удобрения, это никаким образом там не связано с лоббированием интересов польского производителя и введением антидемпинговых пошлин против российских компаний в настоящий момент в Европе. Как-то лыков строку Польша, польские адвокаты, польские граждане, польский производитель, потому что он единственный производитель в Европе, на самом деле, подобного типа удобрений. Спасибо. Спасибо. Ну, про ФосАгро, я сейчас, господин министр, позволь, что? Господин министр, позволь, я два слова скажу, а потом тогда. Значит, про ФосАгро. Значит, ФосАгро с 2016 года основало общество с ограниченной ответственностью, ФосАгро Балтик, сполка ЗОО. Значит, у них находится огромный офис, это самый дорогой адрес в Варшаве. Значит, почему именно в Варшаве? Пока. Вот сейчас вроде я слышала, что в Румынии собираются открывать, или вот, ну, где-то, да. То есть, тоже все Европа, экспансия Европы на европейский рынок. Понятно, что сырье стратегическое, не у каждой фирмы это есть, то есть, там, специфические очень компоненты. Вот. Но дело в том, что именно используя эту компанию, да, идет легальный приток капитала из России в том числе, и наоборот, с целью коррумпировать местную власть. И мы это вот видим на нашем конкретном примере. То есть, министер, можете это подтвердить? Так, так, ну, Польска, конечно, есть краем открытым. Каждый из целого света может в Польссе наинвестовать, купить спуги, купить удяги, купить акции. Акционерное общество закрытое или открытое. То само было в przypadku этой фирмы, Фосагры, так? Так, Фосагры. Да. конечно, та фирма уже, когда она уже начала быть основана в Польше, она действует на основании польского законодательства. Обowiąзуют ją wszystkie przepисы polskие. И она полностью подчинена законодательству Польши. однако решающую роль в этой фирме играют владельцы фирмы, а также совет, наблюдательный совет, креуя радонадзорча, то есть те, кто является членом наблюдательного совета, а также президиум, совет векторов, россияны, которые имеют свои интересы и не только экономические. И стараются эти интересы в Польше реализовать и стараются реализовывать свои интересы через компанию Фосагра в Польше. А тут же я позволю себе добавить, что, опять-таки, интересно, все знают пример Путин, Шрёдер, Бывший конферк Германии. То есть Россия, опять-таки, она коррумпирует, покупает, заинтересовывает экс-чиновников, имеющих достаточно высокие посты в Европе с целью работы на уже, так сказать, на, собственно, на российские интересы. В данном случае Фосагр этим активно занимается. Каким образом? Вот, например, бывший председатель фондовой биржи Лондона сейчас находится, так сказать, в Совете директоров компании Фосагра. Вот это просто наглядный пример того, как это происходит. Вы приехали в Латвию для того, чтобы еще актуализировать вопрос о списке Магнитского, как я понимаю, и о присоединении. Господин Девестер. В году 2006, еще в 2006, 2007 мы имели разговор с Биллом Браудером. Сеф и влащитель Hermitage Foundation. И тогда представил мне справа его адвоката, когда функционовал на территории России Магнитского. Я тогда был шефом в Сееме Польском, в Сееме, Сеемовой Комиссии Справедливости и Прав Человека. И префорсовала им тогда дали возможность направить. А я могу сказать, что тогда все партии, рандовые и опозационные голосовали за эту закон, ухвалы, которую можно назвать ухвалом Магнитского, касающихся последствий для людей, которые привели к смерти Магнитского. Напоминаю, человек, который был арестован властями России. основным основой прав человека является, что если кто-то является арестован, государство за него отвечает. Так само сейчас и в том деле за смерть Магнитского отвечают конкретные люди. А также государство российское. А благодаря совместной деятельности, но в большинстве Билла Браудера, разных людей, в том числе, большой вклад внесл Билл Браудер. Нам удалось принять этот закон в парламенте европейскому. А далее в США. И это стало прецедентом, что что однако нельзя оставить без последствий такого вида действия, когда нарушаются основные права человека, а в данном случае лишили человека жизни. Благодаря тому, что это дело получило широкую огласку в разных странах удалось в отношении нескольких десятков людей, прокуроров российских, представителей спецслужб, допроводить до заказа въезда заровно до шенген, а также в зону шенген и также в США. Тут я хочу сказать, разговариваем с Янисом, потому что уже сейчас прошло несколько лет, парламент Латвии не принял пока закон Магницкого. Я уже сегодня звонил в польский Сейм, чтобы получить полский вариант данного закона. И очень важно также, которая есть граничным краем, можно сказать, с Россией. Родж была на увазе, что с Россией треба поступать в способ такой, в такой способ, как гласит право международное. по-просто не можем допускать до того, чтобы все пришло к тому, чтобы например в аресте люди избавляли жизни. Люди, которые находятся в аресте, они лишаются потом жизни. в Магнитского это было укрывано. Например, в деле Магнитского это скрывалось, была falsшивая информация. И также можно сказать, что именно благодаря Хермитэйдж и самому Билу Браудеру, который занимался этим, ему удалось сделать из этого дело международного значения. И так же в моем деле стараемся показать, что Ольга поддерживается многими людьми в Польше, в Европе, берет участие в конференциях во всем мире с целью не только показать основы российской власти, а именно показать, что есть люди на свете, которые будут защищать людей, которые репрессированы на территории Российской Федерации. Ну что ж, у нас время подходит к концу. Янис Мартинш анонсирует встречу с Ольгой Литвиненко, которая пройдет. Сегодня в 6 часов открытая публичная встреча госпожи Литвиненко и господина Калыша произойдет Happy Art Museum, который находится в галерии Рига на улице Дзирнову 67, седьмой этаж. То есть любой может прийти и задать вопросы, которые его интересуют. Абсолютно верно. Публичная открытая встреча. Сегодня в 6 часов Happy Art Museum. Да. И также напоследок хочу сказать большую благодарность министру юстиции Латвии и также парламенту Сайма, с которыми у нас происходили и еще завтра будут происходить встречи по вопросу конкретно госпожи Литвиненко и закону Магнитского. Ольга Литвиненко бывший российский политик и дочь Владимира Литвиненко ректора Горного университета близкого знакомого Владимира Путина его еще называют иногда кассиром Путина сегодня была у нас в гостях а также Ришард Калыш польский политик юрист экс-глава МВД Польши и бывший глава администрации президента Польши депутата польского парламента спасибо вам что пришли и ответили на наши вопросы всего доброго и до свидания спасибо всего доброго до свидания до свидания до свидания